Захар Соленков Лилия Четрару рассказала о сексе с Сергеем Захаряшем. Девушка призналась, что после измены у нее пропало желание. Когда Сережа вернулся и мы заселились в комнату, я почувствовала сексуальный барьер, признается Четрару. И он присутствует до сих пор, когда ложусь в постель, меня не покидают мысли, что еще недавно он был с другой, но стараюсь забыть и расслабиться. Сам Захаряш чувствует, что его девушке пропадает желание. Парень связывает это с нервным напряжением и стрессами, которые Четрару недавно перенесла. К тому же сейчас девушке приходится выгораживать любимого и защищать в глазах семьи. Мама-блюнетки категорически против того, чтобы она продолжала жить с тем, кто уже дважды предал ее. Мама против наших отношений, но это моя жизнь, и мне решать, с кем быть, заявляет девушка. Конечно, я прислушиваюсь к советам, но решение за мной. Ни для кого не секрет, что далеко не все новички выдерживают длительное пребывание под камерами. О всех прелестях жизни в замкнутом пространстве периметра в разное время рассказывали как сторожилы проекта, так и те, кто не провел на шоу и пару недель. Новенькая Ирина Логинова, которую не показали даже в эфире, в красках расписала, что творится на Доме-2 на самом деле. А также не забыла уточнить, почему всего лишь за сутки пребывания под камерами разочаровалась и предпочла сбежать. Первое, что смутило потенциальную жительницу телестройки, так это ужасная грязь и вонь вокруг. Как оказалось, в реальности все выглядит еще хуже, чем в эфирах. Причем девчонок совершенно не смущает, в какой свинарник превратилось их жилье. Немногим лучше обстоят дела и с едой. Организаторы не спешат тратиться на подопечных, ограничиваясь покупкой полуфабрикатов и дешевого алкоголя. Не стало отрицать Логиновое наличие сценария, а также того, что почти все участники получают зарплату. Однако у новичков она мизерная или ее нет вообще? Стоит ли удивляться тому, что в конечном итоге девушка предпочла отказаться от планов построить любовь на проекте и при этом осталась глубоко разочарована? Валерия Фрост предполагает, что их отношения с Захаром Соленко сглазили. Девушка собирается обратиться к своей знакомой, чтобы снять порчу. Ольга Рапунцель узнала пол своего ребенка. У Бренда будет девочка. Наверное. По крайней мере, именно так сказали врачи. Алексей Купин возмущен поведением Майи Донцовой. У них сложный период в отношениях. Майя начала реновать Лешу ко всем, даже к Лизе Трианда Фелиде. Завтра в эфире телепроекта нам предстоит увидеть, как Алексей Чайчиц оскорбил Юлию Ефременкову. Сергей Кучеров не смог простить оскорбление Чайчица в адрес сожительницы и даже потребовал от Леши извинений. Однако выполнить его требования Алексей отказался наотрез, за что в конечном итоге и поплатился. В сети же попали первые кадры безобразной драки между парнями. Судя по кадрам, Сергей разозлился не на шутку и готов был буквально растерзать обидчика Юлии. Более того, молодого человека не остановили просьбы девушки успокоиться. Да и подоспевшим участникам далеко не сразу удалось разнять дерущихся парней. Самое видео драки ребят вы можете посмотреть на стене в моей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.